здравствуйте здравствуйте мои дорогие уважаемые подписчики а кто любит у нас халву да вкусную халву можно приготовить дома без напряги как говорится что для этого необходимо смотрите видео так приступаем что мне необходимо вот я взяла сколько здесь граммов 300 граммов семечки очищенной подсолнуха и вот взяла тоже 200 короче 300 и 300 семечки и арахиса и сейчас на кофе молки это все перебью в мелкую такую не пыль а структура должна быть мелкой знаете что пока миссия отставлю это все я сейчас на одной сковородке в общем чуть-чуть просушу можно в духовке потому что семечка влажная ну как влажная не обжаренная и халва будет не очень вкусная но вы там смотрите сами я обжарю и арахис и семечку все обжарила арахис обжарила семечки и они должны полностью остыть потому что если будут теплые вы не перебьете она будет масло образовываться и не перебьете ну старайтесь нет чтобы не погорели но немножечко поджарю чтобы именно знаете такие они были ну вкусные они не жареные невкусные все семечки и орехи я перебил перебила вот такая структура на кофемолке по чуть-чуть и все хорошо получается теперь я беру на это количество я думаю 4 ложки сахара вы можете взять 4 ложки меда жидкого и сюда налью сейчас 2 столовые ложки водички 3 4 сахара и 3 воды старайтесь чтобы не сильно вот так вот что на стенке не попадала и сейчас закипячу сварю вот такой вот сироп сладкий добавить вот такая у меня есть тахини могу добавить столовую ложку если у вас нету не добавляйте проб готов меня он немножко видео то начало начал пенится не до нитки ну так знаете среднее должно быть это у меня тахина так вот немножко пенится и сейчас выливаю не спеша я думаю что все пойдет еще раз скажу вы можете использовать мед и теперь это все быстренько до однородности перемешиваю это очень калорийная халва но это очень вкусно так все хорошенечко вымешала она не мокрая но влажная взяла вот форму застелила пленочкой и вот эту массу сейчас высыпаю сюда абсолютно ничего не пристает и теперь вот так вот ложечкой или чем вам удобно толкушечкой хорошенечко так в прессовый брикетик делаю потому что вы знаете что халва которая продается в магазине она прессованная впрессованная никакой сложности нету здесь чисто без всяких шкар лупачек стаканчиком можно рюмочкой можно хорошо вдавливать там у нас было 300 там почти 200 это 500 взвесим потом все смотрите как хорошо я втрамбовала вот эту пленочку я конечно я маленькие припуски оставила мне страшно вот так вот она сделается это все закрываем пальчиками можно что-то поставить наверх но я считаю что это уже лишнее вот хорошенечко вот так вот поделали о все и как кирпичик и на часик останем пусть полностью остынет потому что она слегка тепленькая ну что мои хорошие все остыла но я попытаюсь так высунуть мне придется вот так доставать только не поломать осторожно ухты 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 видишь что делается так туго так прямо я его опа видите разломала знаете почему потому что надо ниже сильно высоко на шабрас и перевернула не вот так что вот это я такое дело ну да ладно сейчас будем пробовать все можно резать правда и отрежем дух как халва настоящая режется можно было чуть-чуть и денежка крошится чуть-чуть больше сиропа а так вообще можно было арахиса ставить так кусочками сейчас попробуем маленький кусочек так и независимый эксперт независимый эксперт а ну возьми просто кусочек это ты любишь я знаю вот я с краю немножко отварила попробую что такое сальдисон сальдисон халва халва что же ты так сразу угадал ну и как тебе халва вкусно отлично слава богу я скажу что вот я попробовала она не такая сладкая как в магазине потому что магазине там очень много сиропа наливают этого заливают у нас в основном орехи ну а вы уже смотрите сами там знаете бывает так халву разрезаешь на такие беленькие как карамельки вот сироп так уваренный что он попадает туда и прессуется получается как карамелька очень вкусно понятно что это очень калорийно ну а вы сами делаете вывод готовить вам или не готовить правда